Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. И сегодня я хочу предложить вам бизнес. Как вы можете заработать деньги? Много денег. Именно на тех принципах, о которых я говорю в своем видеоканале, как сделать так, чтобы деньги были всегда. Смотрите это видео до конца, и вы получите предложение бизнеса, который может принести вам деньги и совсем не требует вложений. В своем первом видео, которое называется «Горизонты планирования», я рассказывал о том, что успешные люди, богатые люди отличаются от менее успешных тем, что все люди мечтают о будущем, все люди планируют будущее. Но обычные люди как планируют? Я хочу купить машину, я хочу купить квартиру, я хочу съездить туда, я хочу съездить туда. То есть, что и как они хотят приобрести. А богатые люди, кроме этого, еще планируют, как я буду все это обеспечивать, на какие доходы, как я буду жить тогда, когда не смогу больше работать. И они это планируют. Вот вся разница, собственно говоря. И богатые люди, что делают? Они создают источники пассивного дохода. Постоянно ищут возможности. Что это за источники? Их много, и я об этом рассказываю в своих видео, но практически все эти источники. Ну, например, модельный портфель. Вот сейчас вы видите ссылку на видео, где я рассказываю о модельном портфеле. Самый оптимальный, на мой взгляд, и самый легко достижимый, но даже там требуется, для того, чтобы получать 50 тысяч в месяц примерно пассивного дохода. То есть, ничего не делаешь, а 50 тысяч в месяц идет. До где-то 2 миллиона рублей. Надо иметь на счете. Если недвижимость, то недвижимость стоит в районе 3 миллионов рублей. Понимаете, да? Это за каждую квартиру. А одна квартира это очень и очень мало. И одна квартира принесет вам меньше, чем 50 тысяч. Надо хотя бы 2. Там намного больше. И так, возникает проблема, как же заработать деньги? И когда я говорю людям, вот, модельный портфель положите, и, значит, будете получать, положите 2 миллиона. Люди говорят, да, мы бы с радостью, может быть, но где же мы возьмем? Дай нам эти деньги. Я думаю, ну, сейчас прямо я вот вам и дал. Ведь если дать человеку деньги, такому человеку, у которого сейчас нет денег, а у большинства нет денег, они тут же их и стратят на какую-нибудь машину, там, еще что-нибудь. И они говорят, да, да, я положу на модельный портфель, но сначала вот я куплю машину и так далее. Поэтому бесполезно. А потом я подумал, а почему бы и нет? А почему бы и не дать? Ну, конечно, я далек от мысли дать деньги просто так. Я хочу дать, я решил, что если дать людям возможность заработать эти деньги, если люди поймут, что вот эти принципы работают, что то, что я говорю, вот оно работает, что это получается, тогда, конечно, они с большей вероятностью откроют и модельный портфель и сделают накопление себе и с большей вероятностью, наконец, создадут себе пассивный доход и будут жить долго и счастливо. Вот. Поэтому я решил, что почему бы не придумать бизнес, который подойдет каждому, и предложить вам этот бизнес. Вот такая моя идея. И тогда я снял третье видео по тем принципам, на основании которых можно заработать, вот, накопить деньги на, скажем, на социально-накопительную программу, на модельный портфель, вот эти хотя бы 2 миллиона. Как это сделать? Какие принципы? И это видео называется «Основные принципы инвестирования». Вот сейчас вы видите ссылку на нее. В этом видео я рассказываю о том, там вот есть такая шкатулочка, которая увеличивает деньги с каждым оборотом на 30%. И там получается, что если, так сказать, каждый день это делать, то есть за 30 оборотов, например, из 500 рублей получится 1 миллион рублей. Ну, а соответственно, если будет даже больше, там 1 миллион 300, если будет 1000 рублей начальный капитал, то есть совсем небольшие деньги, то получается через 30 оборотов 2 миллиона 600 тысяч рублей. То есть вот такая простая схема, ну, она больше похожа на сказку, конечно. И люди могут сказать, ну, а где же нам такую коробочку найдем-то? А вот где. Рассказываю. Я уже говорил, что когда я рассказываю о том, что надо создавать финансовый план, что надо создавать сначала финансовую защиту, потом финансовую независимость, потом финансовую свободу, обо всем этом говорил Бода Шефер. Бода Шефер рассказывает, как он заработал первый миллион. Он написал книгу, вот она, «Путь к финансовой независимости». И очень долго искал издательство, которое возьмется выпустить ее. И он, наконец, убедил одно издательства, что книга станет бестселлером, и они смогут продать 100 тысяч экземпляров за год. И он приложил массу усилий для того, чтобы это сделать. И добился этого. Потом были переиздания всякие, потом были переводы на другие языки. Сейчас Бода Шефер ездит по всему миру, выступает на семинарах и учит людей финансовой грамотности. И сейчас уже в своем аудиокурсе он говорит, что уже в разных странах переиздания общий тираж этой книги составил более 10 миллионов экземпляров. Я прочитал и очень внимательно изучал то, что говорит Бода Шефер, потом Роберт Киосаки, то, что говорит Роберт Аллен, «Множественные источники дохода». Но в этих книгах все примеры из их жизни. И я решил, так сказать, подобрать примеры, то, что подходит именно нам, для нас с вами. И я нашел эти примеры, нашел, как это сделать. И написал сам книгу, как сделать так, чтобы деньги были всегда. И я продаю эту книгу. Книга сделана в электронном виде. То есть ее можно скачать за деньги. Как вы думаете, если книга продается, скажем, 500 рублей за экземпляр, сколько экземпляров книги можно продать? Ну, в принципе, согласитесь, что продать ее можно. Сколько угодно много. Хоть тысячу. Хоть 10 тысяч. Хоть 100 тысяч. Не так ли? Бода Шефер продал за год 100 тысяч экземпляров в Германии, у которой население в три раза меньше, чем у нас. Это все реально? Вы скажете, ну, это Бода Шефер. У нас-то это невозможно, или там, я не знаю, что вы можете придумать, но, пример из нашей жизни. Вы все знаете такого исполнителя Тимати, помните? Помните, была акция у всех сотовых операторов, замени мелодию, там, звонка, вместо скучной, вот на такую веселенькую какую-то. Так вот, Тимати наговорил что-то там веселенькое, и люди меняли ее в качестве, ну, звонка, чтобы не слушать. Так вот, эту мелодию установили, по-моему, там больше миллиона человек. И каждый из них, каждый месяц платил, по-моему, там по доллару или по три доллара за использование этой мелодии. Представляете, да? Миллион человек, миллион долларов в месяц. Вы видели Тимати? Он купил Порш Каен, и ему уже деньги девать некуда было. Он покрыл его сусальным золотом. Я видел это, это ужас. Вот, сусальным золотом, потому что много денег. Это можно сделать, можно заработать. Посмотрите, одна книга стоит 500 рублей. Сколько стоит тысяча экземпляров этой книги? 500 тысяч рублей. А сколько стоит 10 тысяч экземпляров? 5 миллионов рублей. Ну, а 100 тысяч экземпляров, это уже 50 миллионов рублей. Понимаете? И что здесь такого? Люди могут скачать ее 100 тысяч раз. Почему нет? Вы видите, что это реально. Абсолютно. А что надо сделать, чтобы продать эту книгу 100 тысяч раз? Надо донести информацию о ней максимальному числу людей. У нас в стране больше 100 миллионов человек. Русскоязычных намного больше. И что надо сделать? Донести максимальному числу людей информацию об этой книге и продать ее. Поэтому я снял видеоролик, в котором я рассказываю о книге. Фактически это я записал видео беседы о продажах. То есть, я рассказываю людям и говорю, купите вот эту книгу. Все. И вот там кнопочка, ее можно скачать. Вы это видели? Если не видели, прямо сейчас можете посмотреть. Вот она, ссылка, которую вы видите. Понимаете? Сколько человек могут увидеть видео? Ну, я как распространяю это видео? На своем канале YouTube, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Но у меня очень ограниченное количество френдов. И кто-то из них, конечно, купит и посмотрит. Но у меня где-то, ну, 500 человек во френдах, в разных местах. Понимаете? Купят, скажем, 4, 6, 10 человек купят. Да и уже купили, на самом деле. Вот. И что я получаю? 500 умножаем на 6, например, 3000 рублей. Это потолок. А дальше что делать? А дальше? Надо давать рекламу. А за рекламу надо платить. Я беру, поднимаю, например, публикацию на Facebook. И за это плачу 1000 рублей. И Facebook показывает уже по интересам, там, сказать, выбирает аудиторию. Он показывает разным людям. Вот там всплывает такая реклама, окошечко. И возможность заработать. Или там, как сделать так, чтобы деньги были всегда. Я этих людей абсолютно не знаю. За 1000 рублей я получаю, как правило, я уже, так сказать, пробовал, в районе 1400-1600 просмотров моих видео. Из 1400 просмотров, сколько-то будет кликов. Их будет не так много. Процентов 4, может быть, 10. Все зависит от того, насколько классно я об этом рассказываю. Согласитесь. И кто расскажет об этом лучше, как не автор. Конечно. Вот. Поэтому после 1400 показов приблизительно у меня получается 200-300 просмотров моих видео. Из них порядка 4-10% покупают. 4-10. Не знаю, от чего это зависит. Вот. То есть от 8 до 20 покупок. Если это 8 покупок по 500 рублей, то это 4000 рублей. Если 20, то 10 тысяч рублей. Посмотрите, что получается. Я вложил в рекламу 1000 рублей. Получил от 4 до 10 тысяч рублей. Помните мое видео со шкатулочкой, которое приносит 30% за один оборот. Здесь за один процент, за один оборот от 200% до 1000% за один оборот. Что здесь такого? Нормально. Что я сделаю по принципу шкатулочки с этими деньгами? Конечно, я вложу снова в рекламу, потому что она приносит такой доход бешеный. И снова я получу уже намного больше дохода. Что дальше? Дальше мы берем и оборачиваем по принципу шкатулочки. Чем больше, тем лучше. Помните? И поднимаем публикацию. Так очень быстро можно раскрутить до 10 тысяч и до 100 тысяч продаж. Ничего такого сложного нет. Далее. Помните еще, что было в видео про шкатулочку? Главное это скорость оборота, скорость принятия решений, количество оборотов. А на втором месте по важности доходность. Здесь она тоже высочайшая. И на последнем месте начальный капитал. То есть, если у вас уже есть начальный капитал, вы можете сразу начать рекламировать. Если у вас и будете впереди. Если нет, то можно начать просто со своих знакомых, получить деньги и вот по этому же принципу делать. Почему я это говорю вам? А вот почему. Потому что я готов дать вам половину своих денег. Половину того, что я получу от продаж. Понимаете? Половину. Откровенно говоря, я не очень силен в рекламе. И есть люди, которые разбираются больше меня. Я надеюсь, что такие будут и среди моих зрителей. И я их буду искать, и я уже ищу. Поэтому, что надо сделать? Очень просто. Вот сейчас вы видите ссылку на Just Click. На которую вы можете нажать и совершенно спокойно зарегистрироваться там в качестве моего партнера. И система сама сделает вам ссылку партнерскую. И уже продажи, которые будут производиться по этой партнерской ссылке, будут регистрироваться на вас. И вам начисляться 50% дохода. Понимаете? И уже вы можете своим знакомым в соцсетях показать вот эту рекламу, эту ссылку уже с вашей ссылкой. Видео мое, книга моя. Все сделано. Вы только показываете рекламу и получаете в результате деньги. Там вы можете отслеживать в системе, сколько продаж было, сколько кликов и так далее. Все это сделано уже за вас. Конечно, я заинтересован в продажах. Чем больше, тем лучше. И если вы поможете мне в этом. Да, поэтому я смело отдаю 50% своих доходов, потому что вы помогаете мне распространить вот эту информацию. Еще раз. Стоимость одной книги 500 рублей. Тысяча продаж 500 тысяч рублей. Половина этой суммы ваша. Принцип шкатулочки. Действовать надо быстро. Главное число оборотов или скорость оборота. Поэтому прямо сейчас нажимаем на ссылку, переходим, регистрируемся в качестве партнера. И генерируем ссылку для себя. И уже можно продавать. Еще раз. Книга стоит 500 рублей. 50% ваша. Оплатить можно через интернет. Там Яндекс.Деньги обычно, PayPal. Но другие варианты тоже возможны. Если у вас что-то не получится, обращайтесь. Я вам помогу в этом деле. Ну а сейчас на сегодня все. Нажимаем на ссылочку. Ставим лайк. И до встречи уже в качестве партнеров. Пока.